так значит итак в прошлый раз мы с вами познакомились с понятием и собственно кратного интеграла риммана который мы определили как предел при n стремящимся к бесконечности интегралов по омега n и такой предел должен существовать для любого исчерпания для любой последовательности омега n такой что она вложена и объединение дает все омега вот такой у нас возник объект не собственно интеграл и вот мы с вами обсудили основные принципы значит исследование насходимость этого интеграла обсудили что для неотрицательных функций все просто значит есть монотонность последовательности частичных интегралов есть признак сравнения вот но и также мы с вами начали обсуждать следующую неожиданную теорему но правда определение такое что особо неожиданным это не является а теорема такая что функция f интегрируема в несобственном смысле на омега тогда и только тогда когда ее модуль интегрируем в несобственном смысле вот но ясно что в доказательстве нуждается только лишь часть импликации вот в эту сторону да значит и вот на что же мы с вами выяснили на что мы сейчас будем опираться значит первый факт что если вдруг интеграл от f интеграл от функции f сходится сходится а интеграл от модуля расходится я так схематично пишу то тогда интеграл от f с плюсиком и интеграл от f с минусиком они все должны расходиться вот значит это первое вот и второе что мы с вами обсудили что вот если у вас есть некое множество да некое множество то можно из него выбрать подмножество вот какое-то на котором положительная часть положительная часть но вот почти добирается до полного интеграла да а именно а именно значит для каждого положительного и все для каждого положительного и все вот на давайте так сначала значит пусть есть некое множество вопрос еще раз условия теоремы да 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 нет мы сейчас будут теоремы доказывать да мы будем предполагать что вдруг случилось обратно это в принципе обычно давайте вспомним про ряды про ряды условно сходящиеся что мы про них знаем что у них положительные части отрицательные обязательно расходятся вот мы сейчас пытаемся понять почему здесь не бывает такого же как средами и с обычными интеграл почему нет условной сходимости если вы сходимость ряда также определите как и вот этого интеграла то тоже не будет абсолютно сходящихся рядов так что здесь действительно вот мы пока значит предполагаем противное да теперь значит давайте так есть множество е е измеримая значит оно такое что на нем функция интегрируема до функция f интегрируема на множестве е вот так вот тогда для каждого положительного эпсилон найдется множество же содержащиеся в е и такое что интеграл по множеству уже от f с плюсиком он почти интеграл значит от функции f да 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 извините да 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 правильно правильно интеграл от f да больше чем интеграл по е от f с плюсиком минус эпсилон да конечно конечно то есть вот у вас есть функция да вот она на всем множестве да вот у нее какой-то интеграл от f с плюсиком так вот утверждается что можно внутри так вот подобраться но естественно проглотив в основном положительные значения чтобы на этом множестве же вот и вот да такое утверждение будет выполняться это утверждение я в прошлый раз доказал вот и сейчас давайте приступим к доказательству теоремы вот на основе этих рассуждений ну и давайте потихонечку начнем строить такое исчерпание которое противоречит значит интегрируемости функции f и так значит еще раз какие рассуждения предположим что нет вот такой импликации то есть пусть существует f интегрируемая на омеге но такая что модуль f неинтегрируемая что что где нет тут собственно тут тут все в порядке здесь собственно ну вот значит предположим что интеграл не сходится тогда выполнено вот это интеграл от f с плюсиком значит интеграл от f с плюсиком равен плюс бесконечности что это значит а это значит если мы возьмем какую-то омега м такую что предел значит при н стремящемся к бесконечности омега м равен омега какое-то исчерпание все равно какой неважно поскольку функция не отрицательна вот то предел при н стремящемся к бесконечности интегралов значит по омега м от f а вот он все равно значит от f с плюсиком это плюс бесконечности и предел при н стремящемся к бесконечности интегралов от f с минусом тоже есть плюс бесконечности вот так значит вот подобрали такую последовательность омега м отлично давайте потихонечку строить новую последовательность исчерпанность как мы это будем делать ну смотрите во первых давайте возьмем существует существует номер n 1 n 1 вот такой что интеграл по омега м 1 от f с плюсиком больше чем интеграл по омега 1 от просто f от просто f да значит или даже может быть давайте от модуля f от модуля f и плюс 1 а а здесь вот 1 сейчас давайте вот вместе потихонечку будем рассуждать вот мы взяли какой-то омега 1 но вот это некое число сейчас мы подумаем что тут надо все поставить ясно что поскольку вот эта последовательность бесконечно большая то она в общем-то обгонит все что угодно правда но например вот эту величину еще раз омега 1 это первое множество на нем естественно все что угодно интегрируем а и f и модуля f вот это некое число но еще вот плюс один поставили для порядка и вот так получилось нет но это все мы берем исчерпания только такие чтобы у нас все было интегрируем конечно исчерпаем омега да давайте вот но действительно не будем усложнять да 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 мы можем любое исчерпание брать и так сказать значит смотрите дать от качестве модельного примера просто вот возьмем чтобы вообще не вдаваться в какие-то детали пусть вот функция вот вообще даже непрерывная чтобы уже подобных вопросов не было омега это какая-нибудь вот такая неограниченный плоск типа плоскости да вот омега n от просто ограничены измеримые по жордону множество то там непрерывная функция ясно интегрируем вот и все раздуваем неважно в модуль поставили в плюс взяли их минус понятно что если функция непрерывно то все эти процедуры непрерывные и и оставляют значит и так взяли взяли настолько большой номер чтобы мы победили вот эту величину дальше значит существует существует такое множество же первое содержащиеся в омега n первое такое что интеграл по же первому от значит функции f больше чем интеграл по омега n первому функции f с плюсиком и минус один понятно да значит и так сначала очень далеко убежали значит давайте вот день тут картинку нарисую вот у меня омега первое вот мы его начинаем увеличивать увеличивать раздувать дошли до омега омега n первого так что вот интеграл от f с плюсиком здесь вот очень большой теперь в этом омега n первом выбираем вот какое-то множество же вот оно может даже это омега первое не зацепить вот оно же первое да такое что интеграл на нем то есть функция f имеет тенденцию к положительности на этом множестве она так сказать почти всю положительную часть поедает поедает вот значит соответственно что дальше давайте возьмем и обозначим и обозначим е первое е первое это объединение ж первого и омега и омега да может быть даже давайте же первого и омега первого вот так вот так значит что тогда что тогда давайте смотреть вот сейчас мы же первому присоединили вот это омега первое конечно это может немножко уменьшить интеграл знаете что будет получаться интеграл по е первому е первому значит от функции f вот посмотрите как можно его оценить вот ясно что это больше либо равно чем интеграл от функции f по g первому и минус интеграл от модуля f по омега первому то есть сейчас значит да вот так правильно да значит давайте смотрим значит у нас есть объединение вот этих двух множеств так и и значит я оставляю интеграл по g первого а вот все что тут все по модулю беру все это выбрасываю вот и получается отсюда смотрите что а а а неравенство почему такое получается значит давайте смотреть значит что у нас такое если я вот из этого объединения из этого объединения выкидываю омега первое значит значит что происходит можно считать что вот я из интеграла по g первому выкинул значит весь вот этот интеграл да еще все положительные и отрицательные значения все сделал все положительным сделал все положительным вот значит тогда что у нас получается смотрите значит интеграл по g первому больше интеграла по омега n первому минус может быть давайте здесь я двойку поставлю для порядку да давайте вот так так и тогда получается больше одного так согласны давайте еще раз смотрим значит интеграл вот по этому множеству омега n 1 он настолько большой что больше вот этой вот величины теперь мы множество это омега n 1 чуть-чуть уменьшаем чуть-чуть уменьшаем вот и интеграл по этому множеству но зато уже от самой функции больше чем интеграл от f с плюсиком но без единиц вот вот а теперь еще мы добавляем омега 1 с непредсказуемыми знаками ну и что вот он у нас здесь сидит и тем самым смотрите что получается интеграл по вот этому объединению по вот этому объединению он у нас больше чем интеграл по подмножество этого объединения и минус интеграл от модуля вот по этой добавочке по этой добавочке вот значит смотрим что тут получается интеграл по g 1 больше чем вот эта штука без единицы так ну давайте я подробнее напишу значит будет интеграл значит по омега n 1 значит вот f с плюсом без единицы значит и минус интеграл по омега 1 от модуля f от модуля f вот а вот эта величина значит отсюда следует как раз больше 1 да тут можно неважно что можно просто какие-то большие числа брать вот хорошо давайте двигаться дальше вот значит смотрите теперь существует такой номер n 2 n 2 такой что такой что интеграл по омега n 2 то есть еще дальше это все дело раздуваем от функции уже f с минусом f с минусом так больше чем ну и давайте вот тут что-нибудь такое напишем интеграл от e 1 и давайте объединить с омега 2 от модуля f ну и давайте пока плюс 3 поставим если что возьмем побольше да значит смотрите вот мы построили множество e1 вот оно у нас так теперь к нему добавляем омега второе ну какое-то раздутие омега первое вот добавили омега второе значит получилась некая величина фиксированная ну плюс 3 еще и дальше настолько сильно раздули почему мы так можем сделать да потому что вот он этот предел бесконечности так взяли дальше опять так сейчас никто никуда не стремится смотрите а это фиксированное множество e1 объединится омега 2 тут никакого стремления куда-то нет это просто какая-то величина а вот тут мы гоним n в бесконечность и ищем такое большое множество чтобы там это выполнялось так теперь а как действуем дальше существует значит g 2 содержащиеся в омега n 2 да такое что интеграл по множеству g2 а ну давайте от функции минус f от функции минус f значит все-таки больше чем интеграл значит по омега n 2 g2 от от функции f с минусом и минус 1 давайте проверяйте что написано значит опять есть множество на котором f с минус вот принимает некое значение мы выбираем такое подмножество g2 собирая почти все отрицательные значения функции минус f чтобы интеграл от минус f а минус f как раз положительно будет был почти он подошел к интегралу от f с минусом но единичку бычь значит все то же самое утверждение значит вот этой вот леммы да разница в f с минус и в плюс как вы понимаете довольно условно так вот подобрали такой вот такой вот значит множество g2 вот а вот теперь давайте ка мы с вами вот что сделаем давайте возьмем множество е2 е2 множество равное объединению g2 с e1 и с омега 2 значит итак что что делаем старое вот это множество е1 да на котором у нас интеграл от функции оказался больше одного взяли дальше новая омега 2 вот с номером 2 и вот то самое g2 которая является подмножеством омега n2 с очень большим интегралом от минус f вот давайте оценивать оценивать снизу интеграл от минус f по множеству е2 так интеграл по множеству е2 от минус f так от минус f вот давайте смотрите как будем оценивать а это что больше либо равно больше либо равно интеграла по множеству g2 от минус f правильно и минус интеграл по объединению е1 с омега 2 е1 с омега 2 так от модуля f значит все тот же самый принцип да берем объединение двух множеств так и оцениваем снизу интегралом по одному из множеств и вычесть интеграл от модуля по другому так вот что же у нас тут будет ну я уже может быть немножко покороче значит посмотрите пожалуйста интеграл по g2 вот он больше чем интеграл от f с минусом так а интеграл от f с минусом вот мы написали он больше интеграл от модуля вот он сократится да еще плюс 3 значит согласно что здесь будет больше двойки значит ну давайте еще один шаг проделаю и наверное понятно что тут в целом будет происходить теперь значит еще раз да значит вот смотрите вот у нас есть множество е2 все вот мы его только что построили множество е2 вот теперь нам надо к нему присоединить множество омега 3 тут никуда не денемся вот ну и дальше ну и дальше к этому множеству надо как-то еще присоединить такое множество g3 чтобы интеграл был большим вот чтобы интеграл был большим ну вот давайте мы это и реализуем да значит смотрите опять найдется n3 такое что интеграл от f с плюсиком по омега n3 больше чем интеграл по е2 объединить с омега 3 от модуля f и плюс 4 и плюс 4 значит опять это фиксированное множество последовательность бесконечно большая можно найти номер чтобы казалось вот так и вот это самое g3 g3 оно будет лежать в омега n3 так что интеграл от f с плюсиком по g3 окажется больше чем чем интеграл по омега n3 от f извините f с плюсиком минус единичку вот оно откуда берется вот и тогда значит полагая е3 равным g3 объединить с е2 и объединить с омега 3 мы получаем я уже достаточно краток буду интеграл по е3 от f значит да ну просто от f больше больше тройки больше да вот и так продолжая неограниченное количество раз вот давайте посмотрим что мы получим что мы получим значит смотрите во-первых мы строим нашу последовательность так чтобы она была монотонной давайте посмотрим внимательно первое множество у нас было е1 е1 а второе множество вот оно оно содержит е1 в качестве одного из своих элементов дальше е2 снова вот оно сидит здесь и так понятно теперь зачем мы все время присоединяли вот это е2 е2 е3 и так далее это нужно было для того чтобы выполнить условия монотонности выполнить условия монотонности так далее второе что объединение е1 объединение объединение дает полное омега почему это так давайте посмотрим в первом множестве сидит омега 1 во втором множестве сидит омега 2 в третьем множестве сидит омега 3 и так далее е значит вот теперь становится понятно а зачем мы вот все время эти омега 1 омега 2 и так далее присоединили значит поскольку первое множество содержит омега 1 второе содержит омега 2 третье омега 3 объединение даст конечно все омега вот значит далее ну и наконец самое главное давайте посмотрим интеграл по е1 больше 1 у нас здесь написано интеграл по первому множеству больше 1 интеграл по второму множеству меньше минус двойки от функции f интеграл по третьему множеству больше тройки интеграл по е4 от функции f окажется меньше минус четверки и так далее совершенно очевидно что предела по такой последовательности исчерпаний нет получили противоречие с интегрируемостью функции f f в несобственном смысле но вот тем самым доказательство завершено ну что ж тогда вот тем самым мы с вами завершили такой первый большой блок где где мы с вами изучали как интегралы и вот вы познакомились с какими-то сходствами отличиями вот ну и заодно может быть мы лучше теперь знаем что в одномерной ситуации происходит вот а сейчас нам с вами предстоит изучить второй блок это интегралы по множествам меньшей размерности чем так сказать объемлющее пространство вот так обычно вот у нас в анализе принято это называть криволинейными и поверхностными интегралами поскольку в первую очередь нас интересует двумерный трехмерный случай в дифференциальной геометрии это просто интегралы по многообразиям вот дифференциальных форм ну и вот геометра меня так попросили чтобы я наряду с анализом вас и с этим чуть-чуть познакомил поэтому вот мы сейчас поступим так мы параллельно будем с вами двигаться в двух направлениях значит одно направление это общая теория интегрирования дифференциальных форм вот уже в многомерной ситуации вот а второе это так сказать именно то что нам в анализе нужно это интегрирование по кривым и по поверхностям соответственно в R2 и R3 вот естественно я когда буду рассказывать общую часть я буду существенным образом ориентироваться на то что у вас большинство этих понятий было в прошлом семестре вот нет дифференциальных форм не было вот да да про это я расскажу а многообразия были причем мне сказали что вы про них знаете все да вот но я если что мы будем с вами так сказать вместе вспоминать и соответственно у меня к вам тогда будет просьба об этих вещах мне сообщать если вдруг что-то у вас там но конечно полностью повторять курс я естественно не буду вот значит далее значит ну собственно давайте тогда двигаться вперед и давайте я начну прямо с мотивации какие вообще задачи прикладные нужно уметь решать вот давайте я пока на плоскости нарисуем и это пока вполне достаточно вот на плоскости есть кривая значит и тут тоже давайте сразу договоримся что мы будем действовать минимальной общности минимальной общности то есть вы прекрасно знаете что кривую можно взять всего лишь там спрямляемые и тогда можно посчитать длину и так далее но вот нам для наших задач вот хватит только гладкого случая вам на упражнениях может быть вы какие-то задачи порешаете искусочно гладким случаем там что-то еще на ТФКП вам конечно же расскажут про спрямляемые кривые но просто вот и так материал очень большой вот этим ограничимся значит и так пусть есть гладкая кривая гладкая кривая а если выражаясь практическим языком вот какая-то проволочка да вот проволочка значит и нужно посчитать ее массу значит что дано ну во-первых сама эта кривая сама эта кривая и дана плотность значит ро от х и ро от х и это плотность плотность в каждой точке проволочки в каждой точке проволочки ну и давайте даже конечно же считать что ро непрерывная функция я сейчас пока говорю и строгие вещи их здесь и быть не может вот так просто значит как посчитать массу проволочки что надо делать ясно что надо побить ее на маленькие кусочки что это даст но раз плотность непрерывная и кусочек маленький то плотность на этом маленьком кусочке почти не меняется соответственно масса проволоки вот там м примерно равна ну точнее давайте масса точно равна сумме масс каждого кусочка а вот каждый кусочек примерно равен примерно равен значение значение функции ро но в некоторой точке и умножить на длину ну да так вот умножаем плотность на соответствующую длину кусочка проволоки вот и все и и как обычно смысл вот этой процедуры в следующем что хоть кажется что количество слагаемых растет и вроде бы погрешностей много тут погрешность тут тут но суммарная погрешность даже несмотря на рост количества слагаемых становится все меньше и меньше и вот в определенном смысле предел таких сумм а это ясно что тоже какой-то интеграл вот этот предел и будет массой проволоки вот хорошо теперь вторая задача которая здесь возникает вот предположим что материальная точка движется по кривой ну давайте может быть где-то сотру задача другая материальная точка движется вдоль кривой и вот она может ее кто-то толкает в общем действует некая сила в каждой точке вот сюда куда-то сюда тут может быть даже так повернуло и так далее и так в каждой точке задан вектор f от xy и он есть в данном случае ве координате p от xy q от xy кривая тоже конечно гладкая тоже гладкая то что требуется требуется вычислить работу которую совершает эта сила вот на протяжении всей этой кривой значит опять как действуем все то же самое разбили на маленькие кусочки разбили на маленькие кусочки раз кривая гладкая то маленький кусочек почти прямой понятно да значит это первое второе на этом маленьком кусочке сила практически постоянная ну потому что опять мы давайте потребуем чтобы непрерывно вот а раз так то что работа равна сумме работ сумме работ вот а каждая из них каждая из них примерно равна примерно равна значит скалярному произведению значит силы в некоторой точке на перемещение правильно а перемещение у нас по прямой как мы договорились значит получается p от xk yk умножить на дельта xk это первое слагаемое скалярного произведения а второе пункт от xk yk и на дельта yk вот собственно говоря что получилось и естественно опять предельный переход дает как раз работу но это только вот такие наиболее естественные интерпретации понятно что интегрировать нужно в самых разных ситуациях вот но тоже здесь видно значит что криволинейный интеграл в общем-то бывает двух типов да вот первый тип это когда мы считаем массу это мы интегрируем скалярную функцию плотность и значит вот нечто получаем а во втором случае мы интегрируем вектор вектор вот и получается работа ну вот собственно говоря вот такие вводные задачи вот нам их надо научиться решать и сейчас собственно говоря давайте уже перейдем к систематическому изложению вот ну а тут вот мне просьба вы мне если что подсказывайте что вы знаете что нет да значит итак для начала как я уже сказал мы сейчас сосредоточимся именно на интегралах по кривой значит ну вот определение значит кривая 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 вот эти врм так вот будем определять вам мерном пространстве но конечно же имейте в виду м равно 2 или 3 так вот в крайнем случае значит кривая врм если так или просто не если это тире одномерное многообразие одномерное многообразие ну то есть любая окрестность окрестность любая окрестность да вот она так сказать гемиоморфная значит r ну или интервал или полуинтервал все равно вот значит и соответственно понятно что краем кривой являются если есть начало этой кривой и конец то есть что такое одномерное многообразие все знаете да все тогда здесь дальше соответственно гладкая кривая гладкая кривая гладкая кривая кривая так же гладкая многообразие ну то есть ну то есть что все карты являются значит гладкими дифиоморфизмами так ориентированная ориентированная кривая это ориентированное многообразие про ориентированное про ориентированное многообразие да ну давайте расскажу значит для кривой это совсем просто вот смотрите вот у вас есть кривая да вот нарисовал что это значит это значит что мы берем вот окрестность окрестность и она у нас дифиоморфно отображается напрямую да вот например вот у нас это отображение у значит фи давайте у1 фи1 а вот значит вот это дальше что это у нас за экземпляр прямой одномерный значит здесь есть какой-то базис что такое базис напрямую вектор значит вот он куда может смотреть сюда или сюда значит смотрите матрица перехода в одномерном случае это одномерная матрица просто число любой вектор получается умножением на какое-то число так вот распределим все векторы на два класса одни векторы ориентированные в одну сторону смотрят другие в другую две ориентации так вот что должно быть что должно быть если две карты перекрылись 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 то вот функции склейки значит обязательно должны быть ориентированы одинаково то есть один и тот же экземпляр прямой с одной и той же ориентацией например везде вправо значит для кривой это совсем просто это означает что фактически мы выбрали направление направление движения да и все и все значит дальше есть еще у кривой концы так вот начало движения считается ориентированным отрицательным просто по определению а конец движения считается ориентированным положительным все здесь ничего глубокого нет просто вот так потому что точка ей просто по какому-то принципу надо приписывать знак вот так то есть если кривая это многообразие без края то вот все просто направление движения если многообразие с краем то у края задается согласованная ориентация вот таким образом так вот а что у вас не было ориентированных многообразие ух так ну давайте так для кривой это действительно совсем просто значит ну давайте ладно придется тогда более подробно а то и так давайте тогда вот так значит и так значит вот у нас есть какой-то давайте предположим пусть пусть значит кривой кривой соответствует атлас давайте уи фи это атлас то есть есть система и сразу договоримся дифиоморфизмов да это атлас которые так сказать покрывают все многообразие теперь давайте предположим что нашлась точка п из многообразия м нашлась точка п из многообразия м который соответствует две карты у первое фи первое и у второе фи второе так значит что у нас тогда получается получается что у нас что у нас вектору ну давайте в первом случае в точку п в точку п переходит точка скажем т а во втором случае в точку п переходит икс ну просто отображение значит вот у вас что такое фи 1 фи 1 отображает r 1 в 1 так вот что все равно все равно все равно да вот значит афи 2 отображает давайте r 2 ну давайте не 2 буду ставить а тут буду т ставить тут буду х в 2 вот так вот вот и вот они перекрылись вот по некой точке значит что тут дальше происходит дальше у вас происходит следующее что у вас значит касательная вектор значит в рт переходит в касательный вектор тут значит это задается матрицей соответствующей у нее есть какой-то определитель и у фи 2 тоже есть какой-то определитель и вот этот определитель должен быть одного знака вот собственно и все так ну хорошо давайте может быть мне пока это давайте для кривой действительно может быть мне проще это будет тогда в общем случае рассказать я как к этому оказался не готов давайте для кривой это просто направление движения да то есть вот смотрите в каждой точке вот у вас прямая да вот у вас прямая напрямой напрямой а касательный вектор тут все просто одномерно дальше теперь когда мы сюда отображаем то вот получается касательное пространство кривой это касательный вектор здесь то есть и получается что вот этот касательный вектор мы всегда выбираем торчащим в одну и ту же сторону если вот мы отнормируем возьмем скажем единичные касательные векторы то вот у нас получится такое непрерывное поле касательных векторов потому что тут все гладко и по сути это направление движения вот так что давайте для кривой мы вот с этим пока определимся а тогда я действительно вам про ориентированные многообразия тогда в общей ситуации уже расскажу так сказать более подробно так значит а тогда у меня к вам такой вопрос а разбиение это единицы было разбиение единицы тоже не было так мне сказали вы все знаете да давайте я тогда напишу сейчас а то сейчас я вам начитаю так значит смотрите смотрите тогда что у нас есть значит давайте определение определение вот система функций е альфа альфа какой-то индекс значит и каждая из этих функций отображает многообразие м я пока говорю только об одномерных многообразиях в р многообразие м в р вот значит вот она удовлетворяет таким условиям первое условие первое условие значит все функции от нуля до 1 все функции от нуля до 1 второе условие второе условие значит для каждого альфа для каждого альфа не просто индекс просто индекс да 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 просто индекс сейчас еще раз это просто индекс индекс альфа это функция отображающая многообразие в р да просто функция заданная в данном случае на кривой да второе вот что значит для каждой точки п из многообразия м лишь конечное число Е альфа отлично от нуля. Отлично от нуля. Понятно, да? То есть в любой точке почти все функции обращаются в ноль к рубиконечному числу. И третье. Сумма по всем альфа Е альфа равна минус. Да, тождественное. Вот это и есть разбиение единицы. Альфа не по счету. Не обязательно счет. Пожалуйста, континуальное берите. А вот сейчас я скажу. Вообще говоря, произвольное. Еще раз. Почему здесь сумма корректна? Потому что в каждой точке мы складываем конечное число слагаемых. Не важно, сколько их всего. Сколько их всего. Значит, вот такое определение. Теперь следующее определение оно говорит вот о чем. Пусть есть многообразие M и атлас U ИТ ИТ ФИИТ Атлас Тогда и альфа вот это разбиение единицы подчинено подчинено атласу если если для каждого альфа существует И такой, что носитель Е и альфа содержится в районе действия карт альфа не понял а носитель множество точек в которых функция отлично от нуля саппорт сапп давайте напишу но что-то у меня складывается ощущение, что наверное, не было у вас этого не было сапп сапп омеги вот это есть ну любой функции вот Е альфа это множество тех точек P что Е альфа отлично от нуля содержится 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 значок содержится так ну и наконец теорема которую я уже чувствую для вас новая так значит пусть M компактная многообразие компактная многообразие ну это наверное знаете просто многообразие отдельно и компактное и компактное значит дальше дальше что вы знаете раз оно компактное значит у него есть конечный набор конечный атмос конечный атмос ну и давайте компактное еще и гладкое 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 тогда существует конечное гладкое разбиение единицы ну или иными словами существует гладкая система гладких функций E альфа конечная вот я даже E и напишу такая что носитель E содержится не там каждая функция E это гладенькая да типичная конструкция вот напрямую если то что это за функция вот смотрите вот у вас так вот она идет тут вот такая склеечка пошла ну сколько угодно гладкое можно взять потом вот единичка и вот сюда склеечка и дальше то есть напрямой напрямой вот все функции устроены так устроены таким образом это даже без доказательства понятно как это дело строится как это дело строится так ну хорошо придется вам как-то да это для меня неожиданность ну скорее бы вообще все про многообразие извините так да 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 хорошо хорошо давайте я сегодня постараюсь тогда то есть это точно незнакомая теорема точно незнакомая значит на уровне определенного давайте пока хотя бы так да значит действительно значит еще раз что такое ориентация напрямой это понятно на интуитивном уровне это понятно напрямой пока дальше прямой не идем как примерно выглядят функции разбиения единицы напрямой понятно пожалуйста рисуй вот она так так и вот так тут вот там где тут один тут ноль тут где ноль тут один а тут вот так вот это подбирается чтобы в сумме оказалось единичка в сумме оказалось единичка это все можно делать и не так это сложно вот но ясно да значит еще раз вот у вас две карты вот они перекрылись так вот вы там где они не перекрылись полагаете просто единичкой так просто тождественной а вот на этом перекрытии гладенько причем сколь угодно гладко нам достаточно одной гладкости а так сколь угодно гладко можно это все сделать я тогда об этом видимо уже в другой раз расскажу потому что сейчас у меня как-то был другой план значит ну мне походу это придется перестраивать так хорошо тогда давайте мы все-таки значит определимся что мы знаем но пока примерно что такое многообразие что такое гладкое многообразие что такое ориентированное многообразие и значит давайте значит мы с вами определим понятие дифференциальной формы первого порядка один форм давайте итак пусть у нас есть пространство РМ РМ значит тогда в каждой точке РМ у него есть касательное пространство обозначать будем ну вот как-нибудь так значит это касательное пространство в точке Х это понятно да что это такое просто экземпляр мерного пространства сажаем в точку и все значит тогда дифференциальной формой первого порядка первого порядка называется отображение из касательного пространства из касательного пространства такое что значит оно на этом пространстве представляет собой линейную функцию то есть что мы имеем мы имеем омега один в точке Х в точке Х и аргументом этой функции является вектор Х понятно да ну как бы два аргумента только неравноправные берем омегу один от Х и применяем Х Х значит что что еще раз я пока про это не говорю сейчас мы обо всем этом скажем так теперь давайте определим чтобы было уж совсем понятно специальную форму вот давайте пусть у нас есть в пространстве касательном ортонормированный базис и вот тогда вектор Кси раскладывается по этому базису следующим образом сумма Кси Ит на Ет так вот давайте определим форму следующим образом ДХ И ДХ И на векторе Кси на векторе Кси работает следующим образом это просто Кси Ит координата Вот такая дифференциальная форма специальная дифференциальная форма посмотрите пожалуйста ясно что эта форма действительно линейная да потому что сумме векторов будет соответствовать сумме координат более того давайте мы с вами посмотрим как будет произвольное омега 1 форма работать на произвольном векторе также давайте разложим его по базису и от единички до М Кси Ит Е Ит так раскладываем по базису что у нас получается смотрите по определению омега 1 форма линейна на векторах значит что получается получается сумма и от единички до М омега 1 от Х и на векторе Е Ит и все это дело я должен умножить на Кси Ит так а можно я теперь вместо Кси Ит поставлю Д Икс Ит от Кси Ну а теперь вот тут я умещу сейчас отбросим этот вектор Кси посмотрите пожалуйста что получается что омега 1 от Х это просто сумма и от единички до М омега 1 от Х на векторе Е Ит и Д нет не поместится давайте все-таки вот сюда перейду омега 1 от Х это есть сумма и от единички до М а Ит от Х Д Х Ит где А Ит от Х это значение дифференциальной формы но на базисных векторах вот так значит вот получили что любая один форма вот так раскладывается а вот дальше уже вот действительно так как вы сказали вот теперь свойства вот этих коэффициентов свойства вот этих коэффициентов и определяет что это за форма непрерывная гладкая и так далее да то есть мы чаще всего будем предполагать аиты непрерывными функциями но когда надо то и гладкими когда надо то и гладкими значит меньше чем непрерывная никогда не будет значит все это вот что касается что касается значит дифференциальных форм значит ВРМ теперь давайте что такое дифференциальная форма на многообразии ну вот для этого значит нам с вами наверное понадобится а перенос вектора у вас был были ну вот давайте тогда сейчас мы с вами поговорим о переносе дифференциальных форм да итак пусть у нас есть два экземпляра пространства R M M мерная X и R тоже M мерная T и есть диффиоморфизм этих пространств фи который отображает R M T в R M X так вот значит и соответственно вот у нас есть давайте дифференциальная дифференциальная форма Омега из касательного пространства X вот так вот так как мы определим значит и что же у нас тогда будет что что ну это координаты тут ну просто чтобы они отличались ноутбуковки ну давайте фи как у нас устроена фи X равно фи от ну естественно да ну лучше даже понимать не просто как замена а как два разных в разных мирах живут эти пространства одно в одном другое в другом и есть отображение из одного в другого да не сейчас пока не многообразие сейчас пока просто R простое мерное пространство и сюда касательно пространство ну просто прилипляйте к ней соответствующие объекты все как все так сейчас я что-то уже значит еще раз что такое касательное пространство все понимают да пока не к многообразию а просто вот обычный R это просто оно же само только вот его экземпляр насаживают полностью оно значит на прямой для прямой для прямой для R1 касательное пространство это она же сама просто на том что в каждой точке они разные это разные миры такие параллельные миры в каждой точке ну да 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 я понимаю сложно это понять но да 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 конечно все значит у нас отображение сейчас между картами это только дефеоморфизм только да значит так вот есть омега значит что же такое фи со звездочкой из аминьи значит как обычно это будет отображение из исходного касательного пространства да и вот как оно будет устроено значит фи со звездочкой от омега в точке t в точке t и от вектора tau давайте еще раз следим внимательно tau лежит в касательном пространстве вот в этом t это точка вот этого пространства rt значит как это работает а это все равно что омега от x где x равно фи от t так но примененное не к вектору tau а к перенесенному вектору кси да и давайте я вот здесь же напишу а кси это есть фи штриха t фи штриха t это матрица м на м и на tau вот так вот так понятно да вот такой вот такая процедура тау это вектор из касательного пространства вот этого так а кси это касательный вектор вот так значит кси это перенесенный вектор ну это знаете значит хорошо хорошо ну и наконец и наконец что такое дифференциальная форма на многообразии на многообразии омега 1 на давайте одномерное многообразие из что это такое это линейная функция из касательного пространства многообразию из касательного пространства к многообразию в r понятно да что такое значит 1 форма на кривой или на одномерном многообразии это линейная функция из касательного пространства в точке p r вот и как же у нас определяется чему она равна а вот так значит мы просто должны взять и перенести эту форму значит согласно карте да фи со звездочкой вот если у вас есть карта уи фи и то вот во всех этих точках ну давайте без и всякого уфи фи со звездочкой омега давайте так омега от p от кси омега от p от кси значит смотрите p это что такое точка многообразия кси это вектор значит вектор что еще раз да 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 то тогда как мы действуем значит вот чтобы нам это посчитать да значит что это у нас такое будет то нам надо взять и применить фи со звездочкой к омеге вот и это будет омега от фи от t и умножить на и от фи штрих от t и применен вот так вот так вот все то же самое так значит ну и давайте я тогда через 10 минут вам может быть действительно я сейчас буду больше рассказывать про двумерный случай чтобы а потом подумай тогда как быть с общим успели это вообще все рассказать да в и Субтитры создавал DimaTorzok